Привет! Ты на канале по настолям. Меня зовут Денис Матвеев. Сегодня будет распаковка психологической настольной игры от российской компании Glorium Impression. Это у нас тубус карта, а также еще есть коробочка, в которой лежат остальные компоненты. Давайте посмотрим на эту трансформационную игру. Начну, пожалуй, с карты. И, конечно же, хочу сразу отметить то, что это не развлекательная игра. Это метод самоанализа, который авторы решили воплотить через настольную игру. Конечно же, мы обязательно в нее сыграем, посмотрим, и что же она из себя представляет. Первым делом хочу распаковать и показать вам игровое поле. Авторы сделали так, чтобы оно было большое, и при этом, чтобы не увеличивать саму коробку. Поэтому мы открываем вот так вот сбоку, крышечка сюда, и здесь лежит такое неопропиленовое поле, можно так сказать. Поэтому это я убираю. Тубус плотный. И раскатываем карту. Конечно же, здесь будет очень много различных знаков, которые многим людям покажутся неизвестными, либо странными, либо какими-либо. Но все это необходимо для игры, для самопознания себя, чтобы человек понял. Я надеюсь, это все будет видно, насколько возможно. Качество у поля достаточно плотное. Видите, оно как некий постер, только не бумажный, а именно на такой толстой ткани. При этом, я надеюсь, что если мы будем вот эти вот все фишки, которые будут в игре, перемещать, чтобы поле не затерлось. Но посмотрите на красоту, насколько она разная, странная. Вот здесь у нас снизу еще изображены животные, различные стороны полей, которые есть. Разные фразы, я так понимаю, на латыни. И много-много-много разных символов. Я, конечно же, все это узнаю и, насколько возможно, вам расскажу. Это что касается поля. И при этом хочется отметить то, что оно сворачивается внутрь, чтобы при игре оно сильно не заминалось и оно лежало вот удобно на столе. Убираю и начинаю распаковывать саму коробку. Коробочка небольшая, но если учесть то, что игровое поле было огромное, то и коробка, наверное, была бы большая. Итак, она достаточно увесистая, наверное, где-то килограмма-полтора. Открываем, смотрим. Открывается легко. И сразу встречают. Раз, два. Ого! Ого! Это что, сценарии? Или столько книг? Книга-навигатора. Раз. Книга-навигатора. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И книга ведущего. То есть, я так понимаю, для игроков у каждого будет отдельная книжка. И у ведущего отдельная книжечка. Надо будет узнать, ведущий может ли играть одновременно со всеми или нет. Это тоже достаточно важно. Что из себя представляет книга? Книга представляет набор фраз. Понятное дело, описание всех карт, которые здесь есть. Разные символы, разные направления. Очень много различных терминов, которые нужно будет узнать. Вот так вот это все выглядит. Понятное дело, что это все на русском языке. Прочитаю. Кстати, мне будет нужно прочитать как книгу ведущего, так и книгу навигатора, чтобы познать, в чем разница. И таких вот шесть штучек. Хорошо. У ведущего, кстати, хочется отметить, наверное, все-таки потолще. Я думаю, она по масштабе. Но это не точно. Книжки сюда. Дальше нас встречает вот такой, но не блокнотик, а получается лист с заметками, куда каждый сможет записать некие свойства и дополнительные инсайты квеста. Ага. В общем, вот эти все слова, которые мне непонятны, я обязательно узнаю и расскажу вам, что они нужны и для чего. Сюда. Так, сразу хочется отметить то, что уже в игре, смотрите, все колоды, которые есть, они все запакованы в отдельные пакетики. Это очень приятно. Я так понимаю, что все уже расформировано, чтобы человек не искал, не замешивал. Поэтому давайте мы начнем вот, например, с этого пакетика. Что с качеством карт и что там изображено. Это колода Тавлеев. Вот так выглядит у нас рубашка. А вот так у нас выглядят различные символики, животные, которые здесь есть. И все те фразы, которые им присущи, некие свойства. Что по качеству. Я, как уже говорил во многих своих видео, я люблю, когда карты либо подлен, либо они достаточно глянцевые. Вот эта карта, она относится ко второму типу. И при этом не сильно скользит в руках. И что мне нравится, то, что углы, они скошены. То есть, они такие закругленные. Следовательно, пальцу будет не так больно держать. И можно даже не порезаться аккуратно. Итак, давайте посмотрим другую колоду. Например, более толстую. Все ли так, как есть. И все ли они одинаковые. Здесь у нас что? Здесь у нас кадоны. Квест творца. Ага, рубашка здесь другая. Здесь у нас такая пирамида спираль. А здесь у нас непосредственно сама карта. Все различные знаки, которые, я так понимаю, изображены по ходу вот этой карты. Дизайн. Насчет дизайна ничего не могу сказать отрицательно. Он мне нравится. Он специфичный. Вот это точно стоит отметить. И главное, чтобы глазу не сильно это примелькалось или было сложно в игре. Больше так относительно ничего не могу сказать. Хорошие качественные карты. Есть. Помимо карт, которые уже и так, вы видите, сколько их колод. Очень-очень-очень много. У нас есть два мешочка. Давайте начнем с маленького. Маленький мешочек бархатный может лежать здесь. А в нем лежали непосредственно маленькие фигурки, но кубик. Восьмигранный кубик до восьмерки. Единиц. Как всегда. Итак, у нас здесь небольшие фигурки, миниатюрки, которые уже на подставке. И я так понимаю, что это тавлеи. То есть, вот, например, линейный дракон, фольклор, белый дракон. Вот он есть. Он стоит на этой фигурке и может будет перемещаться по непосредственно самой карте. Так, подставка вылетает, но можно будет либо склеить, либо просто вставить более конкретно. На других подставках они стоят более уверенно. То есть, в отличие от дракона. Он у меня пал. Вот та самая черепаха. Смотрите, какая милая стоит. И все вот эти тавлеи, они представлены в виде вот этих фигурок. В маленьком мешочке больше ничего не лежит. Что в большом? В большом у нас... Эти у нас штучки. Как говорит Катя, дрючки. Они у нас 3D. Они прозрачные. При этом можно будет разложить на карту и что-то посмотреть. Но я думаю, конечно же, это все нужно для игры. И хочется отметить то, что они сделаны не по формату. В плане того, что каждый из этих деталек, зеленых либо красных, они сделаны уникально. То есть, не одинакового размера, они вот сраны. Насколько это нужно будет в игре, опять же, я узнаю и посмотрим. Ну что, относительно игрового процесса, пока ничего не могу сказать. Все-таки это психологическая игра, которая поможет познать себя. Ответит вам на ваши внутренние вопросы. Это совсем другой формат, нежели у нас есть. И все же, это настольная игра, в которой мы обязательно все это рассмотрим и для вас сыграем. С вас большой палец вверх, подписка на канал, колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет игровой процесс по игре аспектов. И до скорых встреч. Пока.